Скажите, друзья мои, знакома ли для вас такая личность, как Александр Невзоров? Это тот человек, который не только своим внешним видом располагает к тому, чтобы вам было некомфортно и неприятно, но также своей речью он просто ввергает в дрожь многих-многих людей, особенно верующих, потому что это тот человек, который, скажем, стал основателем воинствующего атеизма в постсоветском пространстве. И послушайте, у него есть очень интересных, страшных книг, много, в одной из которых он сказал следующее. Уроки атеизма книжка. То, что мы привыкли называть верой, то есть вся эта обрядность, готовность бежать к попам по любому поводу, это для очень слабых и примитивных людей, для тех, которые не хотят мыслить самостоятельно, а хотят пользоваться рецептами, как жить, как думать, как чувствовать. Как вам такая цитата, друзья? Это знакомый с Невзоровым, да? То, что мы привыкли назвать верой, вот это все, да, это для тех, кто просто не хотят мыслить самостоятельно, а хотят пользоваться рецептами, как жить, как думать, как чувствовать. Вы чувствуете себя человеком, который не хочет мыслить самостоятельно? Вы чувствуете сегодня себя, вот вас пригласили в общину, в церковь, и вы думаете, вот, сейчас пастор что-то будет говорить, и мой мозг будет проглаживаться, и я уйду отсюда технично зомбированным человеком. Ну, то есть, как бы, не будет ничего вот этого, но вот что-то мне туда поместят, потому что я же, как бы, верующий, слабенький, пришел сюда что-то вот подчерпнуть, а мое я, мое эго, то, что я бы хотел вот выразить, то, как бы я сам хотел жить, вот это сегодня будет распято во время проповеди. Вас это не смущает? Вы бы хотели жить вот реально так, как вам хочется? Вы, как верующие люди, вы уверены, что вы живете именно так, как вам хочется? Если вы сегодня на улице, к вам подошел преемник Александра Невзорова и сказал, «О, несчастнейший человек, ты же живешь, как тебе велено, как тебе диктует религия твоя, ты ж несчастнейшая девушка, несвободная личность, вы бы мы смогли ему четко и уверенно сказать, ты абсолютно неправ, я живу, как я хочу?» Ну, такое. Если бы сегодня вам сказано было из-за кафедры, пасторам, которому вы доверяете, Иисус Христос и Новый Завет говорят вам сегодня, христианство – это вера, это религия без ограничений абсолютно. Вот живи, как хочешь. Как бы вы сегодня жить начали, друзья мои? Что бы поменялось в вашем житейском укладе? Вот вам сказано в вашей церкви христианство нынче без ограничений. Живи, как хочешь. Что бы поменялось? Кто-то говорит ничего, кто-то говорит много чего. Ну, по-честному, друзья мои. Вот реально, подумайте. Вы знаете, иногда к каждому, наверное, верующему приходит мысль такая внутренняя. А может быть, реально, вот та сторона, она права. Может быть, действительно, вот вся эта вера, религия, Бог, может быть, это придумали, что ли? Иногда где-то так вот прокрадывается эта мысль. И ты думаешь, вот если это действительно вымысел, как бы я тогда жил? Было у вас когда-либо желание вот на полную катушку пожить так, чтобы вот попробовать все? Честно вам сказать, у меня было и не раз. Хотелось вот, вот ты смотришь на этот мир, как там все сладко и красиво. И думаешь, ну вот бы взять оттуда так вот сполна, чтобы вот аж через уши полезло, чтобы вот прочувствовать. И вы знаете, я не первый, кто так из верующих людей думал. И слава Богу, что у многих, включая меня нынче, хватает мудрости оглянуться назад и посмотреть на исторических личностей и не набивать шишек на чужих ошибок. Потому что однажды жил некий Соломон, кстати, историчность которого научно обоснована и подтверждена. Сегодня очень мало людей из научного мира, которые сомневаются в подлинности существования Давида, его сына Соломона. Однажды он подумал о том же, друзья мои, о чем иногда сегодня мы с вами мельком, возможно, думаем. Послушайте, как он говорит. Экклесиас 2 глава, 3 текст. Соломон, царь, монарх, говорит так. Вздумал я в сердце моем услаждать вином тело мое. И между тем, как сердце мое руководилось мудростью, придержаться и глупости. Да коли не увижу, что хорошо для сынов человеческих. Что должны были они делать под небом немногие дни жизни своей. Человек, который мог себе позволить абсолютно все. И он решил, слушай, а почему бы не позволить себе абсолютно все. Человек экспериментатор. Он делает вызов Богу. Он не сомневается в существовании Бога. Это важный момент. Тогда не было людей, сомневающихся в существовании Бога или богов. То есть были либо язычники, которые верили в разное, но сверхъестественное, либо были евреи, которые верили в единого Бога и тоже верили в сверхъестественное. Так вот, Соломон, будучи верующим человеком, он говорит, я хотел бы попробовать вот на себе испытать, что действительно классно, что правильно для людей. Чтобы обо мне потом, возможно, вспоминали и говорили, вот, жил Соломон. Он нам оставил-то пример, попробовал все. И послушайте, он говорит дальше. С 4 текста 2 главы Екклесиаста. Я предпринял большие дела. Построил себе домы, посадил себе виноградники, устроил себе сады, рощи, насадил в них всякие плодовитые дерева. Сделал себе водоемы для орошения из них рощей, произращающих деревья. Приобрел себе слуг, служанок и домочадцы были у меня. Также крупного и мелкого скота было у меня больше, нежели у всех бывших прежде меня в Иерусалиме. Собрал себе серебра и золото, и драгоценности, и царей, и областей. Завел у себя певцов и певиц, и услаждение сынов человеческих, разные музыкальные орудия. И сделался я великим и богатым больше всех бывших прежде меня в Иерусалиме. Если бы сегодня о царе Соломоне снимали клип музыкальный, там было бы столько пафоса, сколько бы вы не нашли во всех клипах, где главенствует там и Тимати, и же с ними во всей его Black Stars конторе. Человек имел очень много, и он об этом очень красиво рассказывает. Он говорит, друзья, у меня было вот все от слова все, знаете, что вы о чем мечтать даже боитесь порой, это все у меня было, и я этим пользовался себе, простите за некафедральное слово, в кайф. Вот решил пожить человек в кайф максимально. Вот послушайте, чего бы глаза мои не пожелали, я не отказывал им, не возбранял сердцу моему никакого веселья, потому что сердце мое радовалось во всех трудах моих, и это было моею долей от всех трудов моих. Интересно, вот послушайте, человек брал все от жизни, он говорит, не возбранял сердцу никакого веселья, и он говорит, вот это вот то, что я получал от этого, это и была моя жизнь, это была моя доля, моя радость. Вы знаете, как сейчас живут в секулярном обществе? Вот так, как Соломон здесь описывает. Они говорят, все, что у нас есть с вами, это вот эти никудышние, там 70 лет, из которых 30 вы в адеквате, поэтому 30 лет жизни поживите на полную, без вот этого вашего религиозного фона. Не нужен вам Бог. Есть большая разница между тем, как мыслили люди во времена Соломона и тем, как мыслили сейчас. Мы об этом поговорим, это очень важный, интересный момент. Но в целом, друзья мои, сегодня так говорят, это все, что у меня есть, и не мешайте мне прожить их, вот не возбраняя себе ничего. Скажите, вы не бойтесь потерять вот эти 30 лет своей жизни, понимая, что многие вещи вам нельзя делать, потому что об этом говорят в церкви, об этом пишется в Библии, пастор напоминает время от времени. Не страшно вам? О, кто-то был. И вы знаете, честно сказать, я тоже не боюсь, потому что я доверяю опыту мудрых людей. Я доверяю опыту тех людей, с которыми я общаюсь сегодня, но я точно так же доверяю таким людям, как Соломон, историческим личностям, мудрейшим, которые говорят вот после всего вот этого испробования следующее. В 11 тексте 2 главы Соломон говорит, «Оглянулся я на все дела мои, которые сделали руки мои, на труд, которым трудился я, делая их». И вот все суета, томление духа, нет от них пользы под собой. Представьте себе, что вы сотрудник большой компании, которую управляет глава компании, интересный, говорят, очень добрый человек. Некоторые пускают сплетни, что наивный, но владеет этой компанией уже давно, ее основатель и имеет большую власть. И вот этот человек, глава компании, уехал в длительную командировку и сказал, когда у него спросили, «Ну, хоть приблизительно, когда ты вернешься?» Он ответил так, «После того, как в ваших принтерах закончится бумага». Ну, все подумали, такое, конечно, немножко странно. Но он уехал. И продолжали жить в этой компании люди своей жизнью, почувствовав то, что нету главы, то, что нету такого серьезного контроля. Сотрудники компании разделились на два так называемых лагеря. С одной стороны, были те, которые по-прежнему делали максимально совесть на свою работу, делали все очень хорошо, качественно, как будто бы ничего не изменилось. Был другой лагерь, люди которого почувствовали свободу и понимая, что не перед кем отчитываться, нету самого главного главы, они начали чувствовать себя свободно, прекрасно, в Sony PlayStation, танчики, начали играть во всяческие игры, пропускать часто работу свою. И так шли месяцы. До того дня, как однажды один из главных менеджеров компании говорит своей секретарше, послушай, ты закинь в принтер бумаги побольше, распечатаешь курсовую для моего сына. И вот через минуту возвращается эта секретарша и говорит, шеф, простите, но бумаги нет. Он говорит, так возьми, пойди в другом, соседнем офисе. Возвращается секретарша и говорит, шеф, простите, но бумаги вообще нет. И когда вот это она сказала, то в офисе на каких-то 10 секунд все замерли. Вот такое маленькое напряжение. И после этого говорят, да ладно, да бросьте вы, ребят, ну что вы, серьезно. Да это ж была шутка. Наш начальник сказал это просто так, это все глупости. Не вернется он в ближайшее время. И вот напряжение все-таки осталось. И часть людей, они готовились к ближайшему возвращению начальника, потому что помнили, что он сказал. А другая часть людей начала только смеяться над еще той частью, которая начала ждать, еще больше. И сами говорят, а все это глупости и жили по-прежнему. Вернулся ли начальник в ближайшее время? Как вы думаете? Вопрос в другом. В каком лагере мы бы с вами были? Это важный вопрос, друзья мои. Это важный вопрос. Готовы ли мы сегодня к отчету? Не напрягает ли это нас? Не смущает ли? Наш начальник, тот, на кого мы равняемся, тот, кому мы служим в хорошем смысле этого слова, Господь наш и Бог, однажды сказал через апостола Павла, римлянам 4 глава 10 по 12 текст, «Все мы пристанем на суд Христов, ибо написано, живу я, — говорит Господь, — предо мной преклонится всякое колено, всякий язык будет исповедовать Бога. Итак, каждый из нас за себя даст отчет Богу». Как для вас звучат эти слова, друзья, сегодня? Если бы вернулся наш Господин, наш Бог, и сказал нам, пожалуйста, отчетик, пожалуйста, «Ну вот как там у тебя дела?» Это было бы для вас сегодня радостная весть или тревожная? Интересно, что Соломон в заключении своих очень интересных, длительных размышлений, мыслей, идей, я каждому советую перечитать книгу «Экклесиасты», в 11 главе, предпоследней главе, он говорит такие слова, 9 текст, он говорит так, «Веселись, юноша, в юности твоей, и да вкушает сердце твое радости во дне юности твоей, и ходи по путям сердца твоего и по видению очей твоих, только знай, что за все это Бог приведет тебя на суд». Соломон говорит, «Ты хочешь как бы жизни на полную?» Вопросов нет, это твое право, только не забывай один моментик такой маленький. Придет время, начальник жизни нашей вернется, и тебе нужно будет что-то сказать ему. В послании к евреям, 4 главе, 13 тексте написано так же, «Нет тварей, то есть творения, нету творения такого, сокровенной от Него, но все обнажено и открыто пред очами Его. Ему дадим отчет». Иисус, сам Иисус говорил в Иоаннле от Матфея такие слова, Он другими словами говорил об этой отчетности. «Говорю же вам, что за всякое праздное слово, какое скажут люди, дадут они ответ в день суда, ибо от слов своих оправдаешься, и от слов своих осудишься». И я так вот думаю, пересчитывая эти тексты, вот за каждое слово, «Господи, ты серьезно?» Думаю, сколько я всего в этой жизни наговорил, ну вот реально. И это же не те слова, знаете, это не просто слова, которые вот прям как у Невзорова, который рассказывает, что мои слова могут довести тебя до инсульта. Это его реальная речь. Он очень дорогие семинары частные проводит, как можно словами в разговоре довести человека до инсульта. Я же не Невзоров, извините меня, но Бог говорит, за каждое слово, я вспомнил, сколько пустоты, сколько, сколько, вот знаете, просто разговоров ни о чем. И Бог говорит, что будешь отвечать. И вам вот как это, радостно или не очень? Интересно. Это нормально, чтобы напряглись. Так и было задумано, не переживайте. Интересно, друзья, что книга «Откровение» — это книга, которая рассказывает нам о последних событиях, которая показывает нам, что значит, когда бумага в принтере закончилась. Которая говорит нам о тех событиях, которые будут происходить в истории, когда мы должны понимать, что уже скоро, мы не знаем когда, нету намеченной даты, точнее она неизвестна ни для кого, но есть определенные события, о которых написано в книге «Откровение», которые подсказывают нам, что скоро Господин жизни вернется. И вот одно из этих событий, друзья, очень интересное, оно было для тех, кто в курсе, вы сразу восстановите в памяти череду всех этих пророчеств, а для тех, кто не в курсе, просто примите пока что на веру, но можете перепроверить по Библии, и кому будет интересно, я в этом вам помогу. В 1844 году началось особенное событие. Начался суд уже над теми, кто живет и над теми, кто жил. Написано так в Откровении 14 главе 7 тексте. Давайте сперва прочитаем 22 главу 12 текст. Господь говорит «Се гряду скоро, возмездие мое со мной, чтобы воздать каждому по делам его». И вот этот суд, конечно, еще грядет особенный суд, который все воспринимают с чем-то страшным и ужасным, с возвращением Господа нашего, верующие, которого будут ждать как что-то радостное, а те, кто не верит, однажды соприкоснутся с этим как с чем-то страшным. Но вот смотрите, в Откровении 14 главе написано так. Это чрезвычайно интересный текст. «Ангел один говорил громким голосом, «Убойтесь Бога, воздайте Ему славу, ибо наступил час суда Его, и поклонитесь сотворившему небо и землю и море и источники». И вот, либо примите на веру, либо вспомните, те, кто знает Библию очень хорошо, что 1844 год – это начало этого следственного суда, когда наши с вами жизни, они рассматриваются небесами и готовятся вердикт для каждого. И представьте себе, вот Библия гласит, что «бойтесь Бога, воздайте Ему славу, наступил час суда, и поклонитесь сотворившему небо». Делается акцент на Господе, как на Творце, и совпадение ли, что буквально спустя 15 лет каких-то приходит особенное событие, 1859 год, 24 ноября, это 160 лет назад буквально, и каких-то 15 лет, да? 15 лет спустя того, как суд начался и провозглашена весть, что «поклонитесь Богу как Творцу», выходит один из самых основополагающих трудов истории науки Чарльза Дарвина, книга «Происхождение видов путем естественного отбора». Что происходит, друзья мои? Когда начинает звучать весть в мире очень серьезно и торжественно о том, что «послушайте, давайте сейчас мы будем жить радостно, но помнить, что скоро Господь придет, и нужно будет давать отчет», дьявол говорит «да, послушайте, какой отчет, какой Господь и какой Творец? и делает все для того, чтобы люди, в принципе, убрали из своего сознания главу компании, создателя нашего мира. И после вот этих событий происходит нечто невероятное. Эта теория, она просто взрывает общество, теория Дарвина, теория эволюции. И десятилетия за десятилетием происходит нечто, что просто Бога из общества как бы вынимает и делает это мышление глупым, делает верующих вот таких вот слабоумных людей, у которых проблемы в жизни, и о которых говорил Невзоров, вы слабенькие, вам диктуют, как жить. Вот нормальные люди, которые понимают, что мы есть случайность в этом мире и побеждает сильнейший, вот там понятно, там люди живут. И хочешь хорошо жить – будь сильным. Будешь жалеть слабых – будешь жить как слабый. И происходит так, друзья, что сегодня, в 21 веке, у детей наших с вами, по сути, выбора практически нет. Вот они в школах и в вузах учатся, там где-то так вот вскользь, знаете, между строк. Ну да, там есть как бы теория сотворения Земли Богом, но 99% вам будет рассказывать о естественной и абсолютно логичной и единственной теории происхождения Земли без Творца. Поэтому о каких отчетах идет речь, друзья мои? Да позвольте. И в то время, как христианство, оно вело бой не там, где нужно, пытаясь каким-то образом справиться с последствиями теории эволюции, с абортами, с гомосексуализмом и другими вещами, очень неприятными и страшными, которые являются следствием вот этой всей теории, то эволюционисты, они бьют по самым корням, по основанию. Мы пытаемся вот там по шарикам где-то на их башне, а они в основании нашей башни бьют. Они говорят, что Творца не существует. И как говорил псалмист однажды, когда разрушены основания, что сделает праведник? Сегодня, друзья, когда мы соприкасаемся с вот этим вот смехом общества, кажется, просто не пробиться в эти умы. Сегодня мы до такого достигли, друзья, что человеку, грамотному, талантливейшему человеку легче поверить. Простите, я не с головы это сейчас беру. В силу птичьей какашечки на солнечных очках, которая приведет к успеху, чем в существование Бога. Если не верите, можете посмотреть. Сейчас мы посмотрим короткое видео, которое покажет нам реальность сегодняшнего мира. Это, кто не в курсе, на видео будет Дмитрий Гордон, человек, которого нельзя не уважать по уровню его компетенции и эрудиции, но просто послушайте, о чем он говорит. Вы сказали, что вы атеист. Вот я подумала, боже, ну это же страшно жить, понимая там или считая, что там ничего нет. Ну просто. Наташ, там ничего нет, к сожалению. К сожалению, ничего там нет. Вот я очень верю в какие-то мистические вещи, верю. В то, что сон тебе снится. Вот увидел ты говно во сне, значит, деньги будут. В это верю. Птичка накакала на стекло машины. Долго не стираю. В пирамиду верите? В физику пирамиды верю. В физику. Вы знаете, я однажды лежал на пляже, помню, и мне птичка накакала, вот я в очках был, вот точно вот сюда. Представляете, как надо было лететь? Я стер, но сколько денег сразу пришло, вы понимаете. И я с тех пор жду, где же эти птички? Господа Бога. Если бы не вы, я бы постеснялась признаться. Но я тоже, когда на машину попадают птички, я радуюсь, как ребенок. А не надо стесняться. Вот я во всем признаюсь, потому что без комплексов. И Господа Бога нет. Все служители культа для меня, разных религий, это все, я смотрю на них, я смеюсь, они мне все смешны. Я все это понимаю. Механизм религии понимаю. Все понимаю. Никому не навязываю свое мнение. С уважением отношусь к вере, к любой. С уважением отношусь к людям, которые бьют поклоны опул чугунный лбом, чтобы дали им там чего-то в жизни. С уважением отношусь. Но они заблуждаются. Мы можем продолжать, друзья мои. Немыслимо. Для меня это немыслимо. Но, друзья мои, если вы думаете, что Дмитрий Гордон, он единственный такой недалекий человек, поверьте, он лишь элита в огромном количестве людей, мыслящих так. Я когда выходил на улицу, общаясь с людьми, то очень много раз слышал простые слова. Я вот себе тезисно это подметил. Все как один в секулярном обществе говорят. И это, и мои знакомые, и многие друзья, религия это средство для управления массами. Церковь это бизнес, Бог это инструмент контроля общества. Понимаете? И, друзья мои, вот мы с вами растем, взрослеем, у меня уже есть дети, у вас или есть, или будут дети. И вот ваш ребенок, если вы хотите его воспитать и сказать, послушай, сынок, вот есть Господь, есть Творец, и ты потом приходишь в обычную школу, ребенок приходит, и поверьте, он чувствует себя там очень неловко, потому что с самого раннего детства воспитывают ребенка так, чтобы он высмеивал все, что с этим вот связано, все, что связано с верой, все, что связано с Богом. И человек, когда попытается что-то сказать, изредка попадаются такие, которые готовы встать, выпрямив в спину и раздать там всем, включая учителям, и прийти домой и потом опыт рассказать в церкви. А подавляющее большинство ребят, они скокоживаются и понимают, что лучше им как бы молчать, потому что люди верят в птичьи какашки, а Бог никому не нужен, и все смеются с меня, поэтому я лучше буду молчать. И в таком христианском обществе мы живем, друзья мои. И сегодня, спустя много десятков лет, после того, как теория Дарвина стала такой основой для насмешек над религией, и стала основой мышлению секулярного общества, которое насмехается и говорит, что я живу так, как мне хочется, мне никто не будет велеть, как жить, моя воля. И самое важное, что я ни перед кем никогда не буду отчитываться. Так вот, спустя много десятков лет уже и институт Библии, институт творения есть, уже и масса есть разных организаций, креационизмов, тех, которые отстаивают истину о том, что Господь есть Творец. Уже настолько эта теория эволюции, она закрыта за многими шарами, через которых не пробиться, что любое опровержение их теории, любое, поверьте, я просто начал вникать в эту тему очень серьезно по определенным причинам, и вы даже себе не представляете, сколько абсурда есть в теории эволюции и сколько раз она опровергалась, те или иные тезисы опровергались учеными-креационистами. Я только один приведу пример, только один. Некая Маргарет Митт, юная журналистка, ученый-антрополог, издала книгу «Юность на островах Самоа» еще в 1928 году. Книга разошлась многомиллионным тиражом, и в ней она рассказывала, как счастливо, как радостно живут вот эти островитяне на Самоа, которые абсолютно сексуально свободны, у которых нету принципов никаких. И она это все показывает красиво на теории эволюции, она там виды преподнесла, из которых вот они там пошли и показывает, вот это жизнь, вот это слово, они там в мире живут, но и с наслаждением живут. И представьте, реально все верили этому. И по большому счету, думаю, там вот рок-н-ролл, другие вещи, конечно, они тоже сыграли роль в сексуальной революции, но заложила ее ученый Маргарет Митт, показывает вот эту красоту свободы и безотчетности. И только в 1983-м и аж 1999-х годах вот вышли две книги австралийского ученого Дерека Фримена, который показывает научно, опровергает всю вот эту ложь, выплеснула которую Маргарет Митт, что, во-первых, на самом деле на островах Самоа там нету этой сексуальной распущенности, потому что масса исследователей туда полетела, чтобы это все обосновать, и они увидели, в какой гармонии семейной там живут люди. И потом они опровергли все вот эти вот там переходные виды, которые она там предлагала. Но, друзья мои, было поздно для многих. Вы понимаете, что предлагает мир сегодня? И где мы в этой войне, друзья? Где мы? Понимаем ли мы, что сказать людям, которые смеются над верой нашей? Мне кажется, что наше понимание и наше место в этой битве, идеологической битве, оно зависит от нашего понимания, а что дает нам вера наша в этом всем. Потому что меня лично, как верующего, честно, не устраивает то, что просто я узнаю то, когда придет господин жизни. Честно, я не люблю отчитываться. Я знаю, что должен буду. Но вера и Евангелие, оно несет определенный месседж. Оно несет весть радости. Знаете, какую? Все очень просто. Давайте подумаем и вспомним. Кто больше не любит и боится отчетов? Тот человек, который понимает, что он живет, точнее, сделал работу хорошо, все совестно, качественно? Или тот человек, который понимает, что сейчас ему нужно будет выдумывать какие-то вещи, прикрываться какими-то фактами, писать то, чего на самом деле не было для того, чтобы оправдаться как-то перед начальником? Друзья, для людей, которые живут по Божьим законам осознанно, для них отчетность несет совсем другой характер. Совсем другой характер. Продемонстрировать это можно следующим образом. на истории одного предпринимателя, его звали Адам, предприниматель из Лос-Анджелеса, который решил предложить клиентам новую услугу. Экзотический туризм. Он решил, что не всем проанализировал, решил, что не всем интересно просто ночевать за границей в дешевых гостиницах, обедать в Макдональдсах. И многие мечтают пройтись по чему-то действительно шикарному, запоминающемуся. И он решил проложить маршрут по всем семи чудесам света. От большинства этих чудес, конечно, ничего не осталось, но вот висячие сады Семирамиды, кстати, Соломон, да? Там что-то есть, и он решил, что основной точкой для вот этого маршрута туристического будет Ирак, где находились эти сады. Он все просчитал, он все взвесил, он запустил рекламу, он нашел инвестора, который вложил в это колоссальную сумму денег. Миллион долларов на тот момент, это были сумасшедшие деньги. Все учел, кроме одного момента, который учесть не мог. Он планировал окупить вот эти все средства за четыре туристических маршрута, за четыре ходки. Но не знал, что при первом вот этом маршруте Саддам Хусейн оккупирует Кувейт, и Госдепартамент США прекратит выдавать визы в Ирак, на территории которого располагался древний Вавилон, где и были вот эти вот висячие сады Семирамиды. Три недели предприниматель мучительно думал, что ему делать, потому что намечена была встреча с инвестором, где он должен был дать отчет. Он фантазировал самое страшное. Он понимал, что сейчас он не имеет никаких возможностей, никаких. Он банкрот, ноль, абсолютный. И он решил таким образом сделать, придумал план, разработал план оправдания. Он говорит, что я вот расписал это в договоре, я буду каждый месяц возвращать до конца своих дней по пять тысяч долларов, чтобы выплатить эти моменты. Хотя понимал, что это глупости, потому что любой грамотный человек поймет, что там только проценты получится поддерживать от того миллиона. А сумму саму закрыть он не сможет, сумму этих инвестиций. Вот когда они встретились с этим предпринимателем, этот Адам примечает, что в офисе работал кондиционер на всю мощность, но я был потный, как будто бы после страшного гриппа. Я сижу с дружащими руками, протягиваю этот договор и начинаю высказывать свой план по возврату этого долга. Инвестор смотрит бумажку, край муха слушает этого предпринимателя, останавливает его рукой и говорит, «Слушай, что за чепуху ты мне рассказываешь? Я вообще авантюрист, на одном выиграл, на другом проиграл, мне ничего не нужно. Я сразу знал, что дело рисковое, поэтому шансов у меня мало, поэтому не парься». Что чувствовал предприниматель в тот момент? Наверное, тоже, друзья, что сегодня Господь, не являющийся авантюристом, но являющийся творцом нашей с вами жизни, говорит, «Истинно говорю вам, слушающий Слово Мое, Иоанна 5, 25, слушающий Слово Мое и верующий в пославшего Меня имеет жизнь вечную и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь». Друзья мои, если мы сегодня с вами доверяем жизнь нашу Иисусу с верой в том, что Он Создатель и с готовностью дать отчет, то наш Творец говорит, что, послушайте, вы не должны бояться ничего, потому что если вы действительно верите в Меня, если вы действительно живете по тем принципам, которые я вам предлагаю, то вы не будете судимы. И в то время как, к сожалению, большинство неверующих людей, высмеивающих нас с вами и проповедующих атеизм и теорию эволюцию, будут бежать в страхе, те, кто верен в Богу, они будут стоять с высокоподнятой головой, с распростертыми объятиями, встречая своего Господа, своего Небесного Отца, который говорит, что у вас все будет не так, у вас все будет хорошо, я вам все прощаю, все ваши ошибки, я знал, что без них не получится, но вы на особенном счету и пойдете за своей наградой в Царствие Небесное. И заключительный текст, который важен для нас, Экклесиаст в конце своей книги Соломон говорит, выслушаем сущность всего, бойся Бога, заповеди Его соблюдай, потому что в этом все для человека, ибо всякое дело Бог приведет на суд, и все тайное, хорошо ли оно или худо. Соломон, который пожил жизнью на полную и сказал, что, друзья, смысла в этом, смысла в этом всем нет, если ты без Бога. Он говорит, во всем этом один вывод, друзья мои, хочешь быть по-настоящему счастлив здесь, и не хочешь бояться того отчета, который каждому нужно будет дать, просто уважай Господа, соблюдая Его заповеди, и в этом все для тебя, все для меня и для тебя сегодня. Готов ли ты последовать этому несложному совету? Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok